Не всегда фальшивую купюру легко распознать. Зачастую ошибку допускают даже опытные кассиры, сдавая инкассатору вместе с наличными деньгами поддельные банкноты. Уже в банках деньги проверяют на специальном оборудовании и при возникновении сомнений отправляют на исследование в полицию. То есть мы исследуем не химический состав бумаги, как химики это сделают, мы исследуем это визуально, при помощи микроскопа, лупы, при помощи ультрафиолетов или инфракрасных лучей в специальных приборах. Исследуем чисто внешние признаки в соответствии с легальными натуральными купюрами. Чаще всего к экспертам поступают пятитысячные купюры. Реже встречаются поддельные двухтысячные, очень редко приходят мелкие купюры. Исследуя образец, прежде всего специалисты обращают внимание на защитную нить. В настоящих денежных билетах предприятие «Гоззнак» ее невозможно извлечь. В подделках сделать это можно при помощи обычной иголки. Есть ряд других признаков, на которые нужно обратить внимание. Человек, который берет купюру, он просто посмотрит. Должно быть два номера обязательно, они одинаковые. Чтобы не попадались купюры, которые номер не соответствуют. На одном купюре, они разные, слева и справа, разные номера. Надо смотреть, чтобы все ликвизиты были на месте. Водяные знаки мы смотрим на просвет. Также можно влажным пальцем потереть номер или перегнуть в этом месте купюры и провести ногтем. Если заметите, осыпание красителя в этом месте перед вами фальшивка. В натуральных купюрах размывания и осыпания не будет, и никакое сгибание им не повредит. При подозрении на то, что перед вами фальшивка, обращайтесь в полицию.